здарова шамшурин и вчера мне вконтакте один чел написал вопрос вопрос такого характера значит как мне все держать под контролем как научиться держать под контролем все ну хочу ответить на этот вопрос значит еще при перед тем как отвечу ребят вы можете здесь в комментариях задавайте интересные свои вопросы на какую тему вы бы хотели чтобы я снимал видео и я в этом месяце буду чаще отвечать на ваши вопросы в своих видеороликах значит по поводу контроля излишний контроль это вообще плохо на самом деле да то есть когда человек пытается взять под контроль всю свою жизнь это для него в первую очередь выходит боком то есть чему нужно учиться на самом деле да нужно учиться планировать свое время нужно учиться самодисциплине нужно учиться организовывать бизнес процессы нужно все в таком духе но нужно от знать и понимать одно что всегда 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 будет так что жизнь она не подконтрольно жизни всегда случаются какие-то пиздецы там не знаю какие-то экстренные ситуации то есть когда что-то идет не по плану вот и скажем вопрос сам по себе стоять неправильно как научиться держать все под контролем то есть нужно учиться тому скажем что ты в принципе гипотетически можешь то есть сделать если ты не можешь контролировать жизнь этому учиться не надо наоборот учиться правильно относиться к жизни философски многовариантно мыслить и понимать то что все контролировать не получится нужно учиться реагировать спокойно на какие-то жизненные неурядицы жизненные какие-то моменты и соответственно к чему я это если у вас есть в жизни плохой опыт то это хорошо то есть люди все хотят избежать плохого опыта люди все хотят контролировать все что зачем тебе контролировать для того чтобы все было по-твоему для того чтобы не было плохого это очень неправильно потому что если у тебя в детстве из детства было минимум плохого опыта негативного опыта то это такой так называемый тепличный эффект вот этот тепличный эффект приводит к следующим штукам значит он когда-нибудь может привести тебя к катастрофе потому что ты будешь просто не готов когда-то давным-давно у меня было очень много таких разных ситуаций не самых хороших каких-то там дурацких и так далее в жизни ира здорово я сейчас поднимусь через пять минут ладно значит смотрите у меня была такая ситуация в жизни когда я вез у меня черная полоса была ни денег ничего не получалось так далее я вез одного товарища просто ну таксовал подвозил людей чтобы хоть как-то на бензин заработать ездил на и на жигули десятка в самаре у меня был цвет кристалл и в общем я этого чувака какого-то подвез какой-то мужик такой-то в лет пяти и мы что-то разговаривались что-то там про все про то просил я что-то говорю слушай вот какая-то непруха по работе ну что начал ему жаловаться там спросить кого-то совета и мужик говорит слушай но вот у тебя здесь сейчас не получилось зато ты получил какой-то опыт чем опыт бесценный я ему рассказывал про какие-то свои обломы и тогда я искренне не понимал я говорил блин я не хочу опыт я хочу результат и на самом деле я могу и себя понятие вас понять если вы в такой же ситуации когда жопа случается одна за одной и когда происходят какие-то жизненные неурядицы и они как правило тянут за собой следующие 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 потому что ты находишься в состоянии дизморали ты начнешь негативно мыслить вот и здесь действительно уже хочется не опыта прости господи да какого-то результата положительного то что так этого хочешь я им тоже самое сказал я говорю чувак ну как бы ну там на вы конечно я говорю мне так хочется уже результата не надо мне никакого опыта он говорит чувак обязательно в будет в твоей жизни результат и этот опыт тебе для чего-то нужен сейчас я прекрасно понимаю что все что происходит в жизни она происходит для чего-то и собственно говоря вот такой вот момент значит в этом месяце я буду рассказывать вам какую-то серию видео давать в которой я буду рассказывать о каких-то своих обломах в молодости в жизни в плане денег в плане не только женщин даты в плане личной жизни в плане каких-то рабочих моментов в плане всего то есть как бы я буду делиться с вами историями из своей жизни многие из которых написано в моей книжке позиция сверху предыдущий если вы еще не читали можете заказать вот и значит просто через призму своего восприятия буду рассказывать в этих ситуациях чему они меня научили какие выводы я из них сделал и так далее поэтому парни помните об одном что если сейчас в жизни сложно значит только успокаивать себя тем что дальше будет круче потому что это опыт и это опыт который мне для чего-то нужен вот так же ребята всем обязательно заказывайте книжку мк-1 мужская книга номер один это намного более глубокая книжка она потоньше в ней уже такая абсолютно другая философия там и про пикап и про женщин и про очень многие мужские вещи то есть то что поможет становлению вашей личности в моем понимании насколько я могу об этом судить опять же вот книжка мк-1 вместе с видео курсами где есть уже практические задания упражнения вы можете начать их делать прямо сейчас здесь под этим видео заказывайте цена повышается вот ближайшее время она уже вырастет опять же если вы собираетесь ко мне на тренинг практика то есть значит знаете у нас есть юбилейный формат 29 августа по 1 сентября в москве целых четыре дня вместо трех с половиной специально приглашать приглашенный гость мой духовный наставник максим красочкин еще много разных плюшек живые человеческие женщины которые будут отвечать на ваши вопросы огромное количество практик как минимум 80 попыток познакомиться подходов выполнений заданий как минимум 80 женщин будет за эти четыре дня вашей жизни то есть вы с ними столкнетесь вы с ними как-то про взаимодействуете кто-то уже в субботу пойдет на свидание и так все ссылки вот здесь под видео записывайтесь покупайте книжку позиции мк-1 если кто-то не читал позиции сверху также там есть информации про нее и пишите обязательно ребят на какие темы вам бы хотелось чтобы я рассказал вам здесь и еще один момент тот чувак спрашивал меня также в личке вконтакте вот вчера я попросил продублировать сообщение я не помню точно вопрос но он спрашивал так в каких случаях стоит извиняться перед своей женщиной вот причем там вопрос был о том что и каким образом извиняться и просить прощение если я боюсь что я могу потерять там свою эту позицию сверху и так еще раз значит про отношения у меня очень много написано в книжке мк-1 извиняться нужно тогда когда собственно ты накосячил когда ты сам считаешь что ты не прав то есть извинения и чувство вины и проще просьбы прощения бывают разные они бывают настоящие вот не настоящий как отличить настоящий от не настоящий настоящий это значит и действительно переживаешь то что ты накосячил второй момент то что ты точно для себя решил что ты больше никогда так не сделаешь ну и третий момент ты пытаешься максимально быстро исправить свой косяк то есть косячат все женщины мужчины не знаю старики дети кто угодно может ошибиться поступить не прав если ты считаешь что ты поступил неправильно ты можешь извиниться не надо вставать на колени ползать там и так далее но ты можешь сказать прости меня пожалуйста я был неправ бла 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 то есть это никак не связано с тем что ты потеряешь там свое лицо или свое там доминацию какое-то доминирование в отношениях ты можешь в других местах компенсировать это вот поэтому не надо когда ты Ты извиняешься, то есть, ну, вообще неправильно, это какое-то детское мышление, то есть ты считаешь, что если мужчина общается с женщиной с позицией сверху, то он даже извиняться не должен. Нет, если ты накосячил, неплохо бы извиниться. Отношения это другое, понимаешь, в отношениях все равно придется где-то идти на уступки, где-то понимать, что рядом с тобой другой человек, если ты ее любишь, то ты захочешь, чтобы ей было хорошо. Соответственно, если ты захочешь, чтобы ей было хорошо, ты будешь делать что-то для того, чтобы ей было хорошо. Твоя женщина, в свою очередь, должна захотеть, чтобы тебе было хорошо, и получается так, что вы друг о друге заботитесь. Если здесь нужно извиниться, значит, извиняйся. Там также была часть вопроса, что перед девушкой нужно извиняться так же, как перед мамой, сестрой, там, бабушкой, подругой и так далее. Да какая разница, перед всеми извиняться можно одинаково. Что-то есть такая история, что покаянную голову на плаху не ведут, что-то такое. Поэтому не бойтесь извиниться, не бойтесь признать свои ошибки, не надо выебываться еще раз. Потому что, говорю, я на всю жизнь запомнил, как, ну, некоторые нездоровые, к сожалению, люди там, или какие-то невзрослые, которые тоже смотрят мой канал, я не понимаю, что они здесь делают. И они не совсем правильно понимают позицию сверху. То есть один чувак написал там когда-то давно, очень смешную историю, я до сих пор на тренингах ее рассказываю. Он написал, что, как бы, позиция сверху, позиция сверху. Я видел, как Шамшурин в супермаркете шел с девушкой и катил тележку с продуктами. Он долбоеб просто, по-другому не скажешь. То есть в его понимании я должен был сидеть на этой тележке, кнутом хлестать свою женщину или что. То есть, как бы, и она должна была целовать мои ноги, не знаю, и тащить меня на плечах. То есть, ну, к сожалению, мой канал смотрит и такие люди. Поэтому, ребят, уже включайте мозги. Ну, воспринимайте правильно эту позицию сверху. Позиция сверху – это уважение, ну, как бы, к себе в первую очередь, да, то есть и к своему партнеру и так далее. Не ущемление себя в правах. Вот и все. То есть это нужно понимать, что это такое. В одном из следующих видосов я вам подробно расскажу, что это. Итак, книжка МК-1 с видеокурсами, с практическими заданиями здесь под этим видео. Ребят, заказывайте, пока еще есть экземпляры, пока еще цена не повысилась. Тренинг-практика, юбилейный, 12-й формат тренинга-практики. 12-й выпуск, 12-й, не знаю, эпизод, в котором вы можете участвовать. Только 20 человек. Москва, конец лета, будет очень круто и жарко. Также здесь по ссылке под этим видео. Пишите здесь свои вопросы, отвечу. Пока.